Здравствуйте! Здравствуйте! В отдельном бутальном ДПС геральских документов будет добра. А в связи с чем? Проверка регистрационных документов на право управления транспортным средством. Также на право передачи, то есть приложение откроете, на каком правиле управляете данным транспортным средством. Хорошо. А основания какие-то есть для проверки? Или просто так? Четвертый приказ. Ага. Да, в точном пункте там основание. Передачи документы так же. Правило? 2, 1 и 1 пункт. А, я понял. Ну, то есть основания нет, согласно точному пункту. С какому? Ну, с точному пункту 64 приказа, основания у вас нет? Или я просто не понял? Я вам сейчас открою, мне пока передают документы, я вам сейчас в интернете покажу. Это, конечно, неправда. Давайте. Трансресс вам куда указали поставить? Сюда. Сюда? Ну хорошо. А куда еще? Прям трое одновременно. Раз. Водительскую суреньку. Сейчас. Два. Девушка, вы сюда память записываете? Да. Вы к девушке, когда обращаетесь, представляетесь. А вы что? Да вы что? Ну, когда подошел, я вам представлюсь. Вы мне представлюсь, вы правильно сказали. Я вам представлюсь. Пусть будет так. Вот так и было. Что пусть будет так-то? Так. Приложение откройте. В связи с чем? В каком праве вы управляете транспортным средством? В направе наличие документов. В направе наличие документов. Нет. Тут должно быть аренда передачи транспортным средством. Это где такое написано, что я должен показать? Машина на юрлицо или на физлицо? В чем разница? У меня документы имеются на право управления транспортным средством? То есть, когда машина на физлицо, то вы управляете при наличии водительского учителя СТС и страхового полиса ОСАГИ. Когда машина на юрлицо, у вас либо договор аренды, либо путевой лист, либо доверенность. Это где такое написано? В правилах дорожного движения. А где какой пункт? Вы мне говорите, будьте добры, можете передать, нет? Что? Показать электронный акт передачи транспортным средством. Ну вы просите меня или требуете? Я вас требую. Требуете. Требуете на основании чего? На основании какого пункта правила? 2.1.1, я вам же сказал. 2.1.1, про приложение вообще ничего нет. Машина, припаркуйте со мной, пройдете. А куда? На проверке вас. Куда? Припарковать, куда? Шипрах не оплачен. Правее. Я же вам показал, рукой куда? Вдоль края правей части, правильно? Вдоль бордюра, да. Хорошо. А документы отдайте, пожалуйста. Они у меня, говорю, пойдем со мной. А я двигаться не имею права. Что? Я двигаться без документов не имею права. Говорю, машину припаркуйте. Я двигаться без документов не имею права. Здесь пойдемте. А выходить я обязан, да? Обязан выходить? Да. Говорю, со мной пройдемте. Меня не слышно. Какой? Обязан прям я выходить. Этот. Мм? Чё? Езжай. Чё значит езжай? Чё значит езжай? Езжай Уезжай Вот так вот Неделю отдыхал в нормальной стране, где такой фигни нету Но тут надо не забывать, куда мы возвращаемся А мы возвращаемся в Российскую Федерацию А именно в Восточный Административный Округ города Москвы Где вот такие вот Езжай Получат на тебя жалобу Что еще тут не получат А еще аренду автомобиля будут компенсировать Но это не точно Езжай Вот когда же это кончится Конечно мы будем в нормальной стране Где такой фигни нету Где нету Покажите приложение Покажите документы О господи Очередной герой ютуба Как он там? Гераченко его фамилия? Ну-ну Мои любимчики Жалобы на них будет рассматривать Скорее всего Самойлов и Алексей Евгеньевич Который наверное уже устал рассматривать жалобы На своих сотрудников Подчиненных Со второй роты ДПС Со второй роты ДПС ГИБДД По ВАУ Но придется нагрузить его работой Что могу поделать? Вот таким вот Давай езжай Спасибо Пускай скажет Что могу сказать Чемпионат мира то на исходе уже почти закончился А еще они остаются Приложение покажи В пункте 2.1.1 Это написано Мне интересно Он вообще ПДД то открывал вообще когда нибудь В своей жизни Или он выучил 2.1.1 664 приказ И как бы все Ему больше знать ничего не надо Похоже что так Документов уже мало Приложение покажи Приложение им покажи Что еще Может быть ключи от квартиры Где деньги лежат Вам показать Или что еще А потом езжай Не извинений Ничего То есть все нормально Он тебя остановил Ты деньги свои тратишь На аренду каршеринга Всем пофигу Езжай Нормальная тема Чего бы нет то В общем слов много Но Все будет расписано на бумаге Все нарушения Я надеюсь Тут будет принято Законно обоснованное решение Привлечения данного сотрудника Дисциплинарной ответственности Этим я думаю Мы займемся в ближайшее время Дисциплинарной ответственности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова